Следующее свойство, которое нам дает CSS и которое мы должны изучить, это рамки. Рамки достаточно часто используются, поэтому здесь это свойство изучите хорошо и обязательно потренируйтесь. Допустим, нам нужна рамка вокруг вот этого заголовка, который у нас является заголовком первого уровня и имеет идентификатор header. Мы знаем, что в таблице стилей для него у нас есть уже правила и сюда же мы допишем правила, которые отвечают за появление рамки вокруг этого заголовка. Правила, отвечающие за рамку, состоят из трех элементов. Это мы должны указать размер рамки, то есть ее толщину, стиль и цвет. Давайте начнем по порядку. Она записывается как border width. Толщина рамки, допустим, возьмем два пикселя. Следующее свойство это стиль рамки, border style. Какие бывают стили? Для этого взглянем на схемку. Здесь приведены все стили, доступные нам. Это dota, точечная рамка, dashed, пунктирная, solid, сплошная, double, двойная. И далее идут более экзотические варианты, которые поддерживаются не всеми браузерами. Это groove, right, inset, outset. Давайте начнем со сплошной рамки. Она означается как solid. Потом пишем border style, solid. И последний момент это цвет, border color. Я возьму из color money, например, золотистый цвет, и скопирую его в буфер. FAA21A. Так, в принципе, все. Мы указали три свойства, которые должны задать рамку вокруг нашего заголовка. Обновляем. Вот она у нас появилась. При этом имейте в виду, что если мы указываем просто слово border без всяких приставок, это для браузера означает, что рамку нужно задать со всех четырех сторон. Потому что, по сути, рамка состоит у нас из четырех сторон. Это верхняя, правая, нижняя и левая. И когда мы указываем просто, например, border with, это означает, что мы задаем ширину для всех четырех сторон рамки. Если нам нужно задать конкретно для одной стороны, то мы можем использовать специальные приставки, то есть означающие сторону, которая нас интересует. Например, если мы хотим сделать только верхнюю рамку, остальные нам не нужны, мы можем написать спокойно border top-with. И точно так же здесь border top style и top color. Это для браузера уже будет означать конкретно для верхней рамки. Вот он нам оставил только верхнюю часть рамки. То есть таким же образом мы можем написать на следующей строке рамку уже для нижнего края. Border bottom. Нижний край означает bottom. И если нам нужна нижняя рамка, мы пишем вот таким образом. Вот у нас нижняя рамка. Ну и, соответственно, то же самое можно сделать для левой, это left, и правой – это right. Теперь другой момент. Как вы видите, это достаточно громоздкая запись, и, скорее всего, должны существовать сокращенные варианты. И они на самом деле существуют. Давайте посмотрим на схему сокращения для записи рамок. Вот так выглядит у нас сокращение для рамок. То есть мы должны указать сначала ширину, то есть мы должны указать ключевое слово border, так же, как мы указывали фонд в сокращении шрифтов. Так же мы указываем просто border, и после двоеточия указываем толщину, стиль и цвет. Для браузера будет понятно, что мы используем сокращенную запись, и он ее так же обработает. На нашем примере это будет выглядеть таким образом. Если мы хотим задать для всех четырех сторон рамку золотистого цвета, двухпиксельную, сплошную, то мы пишем ключевое слово border, указываем сначала толщину 2 пикселя, дальше указываем, что она должна быть сплошная, и самым последним указываем цвет. Просто через пробел. Вот такая короткая запись у нас эквивалентна той длинной трехстрочной записи, которую мы использовали до этого. Если я сохраню данный вариант и обновлю, то вот у меня получается то же самое. В данном случае мы говорим браузеру, что рамка со всех четырех сторон у нас будет 2 пикселя, сплошная, золотистая. Если нам нужно записать коротким образом для какой-то из одной сторон, мы просто указываем эту сторону, например border top, и также указываем короткую запись, толщину, стиль и цвет. И мы видим, он нам оставляет одну границу. И в этой связи, кстати, интересно использовать рамки со ссылками. Потому что смотрите, что мы сделали с ссылками. Мы убрали у них text decoration, убрали подчеркивание. Соответственно, стандартного подчеркивания теперь нет. А как вы знаете, стандартное подчеркивание у нас сплошное. И некоторым хочется сделать стандартное подчеркивание, например, точечным или пунктирным. Так вот, с помощью как раз-таки нижней рамки мы с вами это можем добиться. Давайте попробуем это исполнить. Пишем border bottom. То есть у всех ссылок должна быть нижняя рамка, один пиксель толщиной, например, пунктирная dashed. И какого цвета? Ну, например, того же красного цвета, который мы использовали для заголовка. В моем случае это вот такой цвет. C32017. А цвет самих ссылок давайте сделаем, например, почти черным, темно-темно-серым. Можно взять для этого цвет 6 троек. Ставим точку запятой и посмотрим. Теперь, по идее, у нас у ссылок стандартного подчеркивания нет. Вместо этого мы задаем им нижнюю рамку, один пиксель, пунктирная, красная. Обновляем. Мы видим, да, что у нас ссылка приняла черный цвет, и внизу у нее пунктирная линия красного цвета. То есть теперь наши ссылки выглядят уже нестандартно. То есть таким же образом можно было использовать и точечные нижние границы. Dotted. И уже это нам дало бы точечную нижнюю границу для ссылки. Вот таким образом у нас работают рамки. Мы можем задавать как полностью для всех четырех сторон, так и для какой-то одной. При этом существует сокращенный вариант записи, когда мы указываем через пробел толщину, стиль и цвет. На этом здесь все. Увидимся в следующем уроке. Жду вас там.